Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гомовер, это бонус и в эфире программа от Винта. Честно говоря, наше благосостояние напрямую связано с так называемым рейтингом, который сейчас вы можете видеть в углу экрана. Он показывает, сколько именно телезрителей нас смотрит в данный момент. И мы счастливы, что сотни тысяч телезрителей... Десятки. Что десятки тысяч телезрителей сейчас... Просто тысячи. Что тысячи телезрителей... Сотни. В общем, спасибо тебе, дорогой друг, что ты интересуешься компьютерными играми. Нам очень дорого, твое внимание. Первая игра, о которой мы вам сегодня расскажем, относится к классу автомобильных симуляторов. Она называется The Need for Speed 2. И мы думаем... Да что там говорить? Гонки! Да, слов нет. Need for Speed — отличнейший автосимулятор. Причем мы бы даже назвали его автосублиматором. Лица, которые хотели бы иметь автомобиль, могут с помощью этой программы сублимировать свое желание и почувствовать полное удовлетворение. Как если бы они на самом деле сидели за рулем. Те же, кто имеет автомобиль, могут почувствовать себя владельцем 600-сильного Макларена и сбросить напряжение, накопившееся в результате поездок с разрешенной скоростью 60 км в час. У всех машин, которые заняты в игре, есть веские основания ездить очень быстро. Их цена такова, что они не стали бы заметно дороже, даже если бы их салон доверху набили деньгами. По крайней мере, они могут легко удрать от любого транспорта. Ну, кроме встречного. Надо сказать, что фирма-производитель игры относится к своему делу очень серьезно. Все эти автомобили, а в их число входят Lotus, Ford Indigo, Jaguar 220, испытывались на тест-треке фирмы. Так что программа воспроизводит особенности поведения на дороге той или иной машины. Этим, видимо, и объясняется то обстоятельство, что в игре реалистично абсолютно все, за исключением столкновений. Врезавшись куда-нибудь, машина просто отскакивает и продолжает движение, как ни в чем не бывало. Похоже, что эксперименты по сталкиванию двух Jaguar на скорости 300 км в час все-таки не проводились. Кольцевые трассы для гонок автора игры расположили в самых разных частях света. Состязания иногда проходят и в таких странах, где автомобили встречаются очень редко и поэтому занесены в Красную книгу. Погожие летние деньки заставляют всех охлаждаться по мере возможности. Ничто так не бодрит в жаркий денек, как стакан какого-нибудь напитка со льдом. Так вот, уважаемый зритель, добавляя в свой бокал такие маленькие и внешне безобидные кусочки льда, подумай, где, быть может, им довелось побывать и свидетелями каких событий они являются. Игра «Титаник» продолжает нашу программу. Много лет прошло с тех пор, как огромный ледокол «Титаник» отправился в свой последний рейс. Однако история этой загадочной катастрофы по-прежнему продолжает тревожить умы людей. Почему пошел на дно корабль, считающийся непотопляемым? Куда делись водонепроницаемые переборки и откуда взялся айсберг? В какую сторону смотрели впереди смотрящие, не заметившие ледяную гору, которая размерами не уступала «Титанику»? «Кости 1200 пассажиров до сих пор покоятся на дне среди гигантских обломков. И что это были за люди? Сливки старого и нового света, имеющие средства для путешествия на сверхкомфортабельном лайнере, вершине инженерной мысли того времени». Создатели игры «Титаник» воссоздали по старым фотографиям и подлинным чертежам внешний облик и внутренние помещения судна. В программе есть опция «Тур», при помощи которой вы можете просто побродить по «Титанику» с роскошными интерьерами, которого мало что может сравниться. В игре упоминается книга «Тщетность», автор которой за 12 лет до катастрофы предсказал постройку гигантского лайнера «Титан» и описал в деталях его трагическую судьбу. 12 лет спустя он зашел на борт судна, и больше его никто и никогда не видел. Как знать, может быть, он хотел предотвратить столкновение и спасти сотни человеческих жизней. Такая возможность представлена и герою игры, отставному офицеру британских спецслужб. Приключение начинается в его лондонской квартире в 1942 году. Город бомбят немцы, и в результате сильного взрыва структура времени нарушается, и нашего героя забрасывает в прошлое, в 1912 год, на борт океанского лайнера «Титаник». Чем закончится эта история, мы расскажем вам в одном из следующих выпусков программы. Мы обратили внимание на то, что название компьютерных игр становится все откровеннее и откровеннее. Раньше как бывало, сделают игру про смерть и погибель, а назовут ее как-нибудь туманно. Седьмой коридор, например. Ну или там, наведение конституционного порядка. Не придерешься. А теперь взять хотя бы игру «Ревенч». Так это и переводится. Опустошение. Да, компьютеры действительно снимают часть нагрузки с человеческих плеч и делают половину работы за человека. Но не всегда это одинаково радует. В играх, подобных «Ревейдж», на вашу долю остается только прицеливание и стрельба. Ходит, маневрирует и принимает решения компьютер. Ситуация прямо противоположная той, что сложилась, к примеру, в истребительной авиации, где существуют электронные системы наведения и системы ведения огня. А здесь все наоборот. Так спрашивается, кто к кому придаток? Видимо, в силу этих обстоятельств, игры подобного класса никогда не были особенно популярны. К тому же здесь, в принципе, отсутствует возможность игры по модему или сети, а это является обязательным условием громкого успеха. Зато для того, чтобы пройти «Ревейдж», необходимо обладать хорошей реакцией. Раздумывать здесь некогда, да и, если говорить откровенно, особенно не над чем. Сюжет тоже совершенно не важен. Да, вы — команда с какой-то благородной службой, и вас отправляют на разные планеты для того, чтобы сражаться с монстрами. Но и здесь есть место для сомнений. Судите сами. Все окружающие вас существа в едином порыве берутся за оружие и нападают на вас, совершенно не считаясь с потерями, то есть демонстрируют мужество и героизм. Вместе с тем, очевидных свидетельств того, что они угнетают друг друга или еще кого-либо, у нас нет. Спору нет. Выглядят они непривычно и даже неприятно. Но, скорее всего, по их мнению, и вы далеко не красавец. Из этого следует, что существует большая вероятность того, что какие-то силы, воспользовавшись вашим нежеланием читать описание на английском языке, просто-напросто натравливают вас на ни в чем не повинных жителей других планет. Так что штык в землю, ребята, и айда по домам! Ну вот и все на сегодня. Сейчас начнется следующая программа. Гейм, как говорится, оба? В смысле... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова